В областном центре назвали лауреатов премии «Семья года». Торжественная церемония прошла сегодня в Большом зале городской администрации. Здесь же вручили государственную награду – медаль ордена «Родительская слава» и областные почётные знаки «Материнская слава». С лучшими семьями познакомилась Маргарита Платонова. Супруги Кинзерский и Денищук воспитывают шестерых детей. После двух старших дочерей папу порадовали четыре наследника мальчика. Создать большую, крепкую и дружную семью родители мечтали с ранних лет, поскольку сами были единственными детьми. Сегодня супруги получили президентскую награду – медаль ордена «Родительская слава». И это первая такого уровня награда для региона. Чтобы у детей было больше общения, было практики, общение у них было. Потому что я, допустим, росла одна в семье, и я вот этот дефицит ощущала всегда очень сильно. Хотелось, чтобы у детей у моих было всё по-другому, чтобы у них были братья, сёстры, чтобы они дружные были. Честовали сегодня и многодетных мам. Председатель Белгородской областной думы Иван Кулабухов вручил знаки «Материнская слава». Их удостоены 13 матерей Белгорода. Ольга Евлаш – единственная, кто в этом году получила почётный знак первой степени. Она растит пять лапочек дочек. Наша мама – самая лучшая! Продолжила церемонию награждения лауреатов премии главы администрации Белгорода «Семья года». Лучших определили в семи номинациях. Победителей поздравил мэр Белгорода Сергей Баженов. Семья – это не просто источник любви, уважения, опора и надежды для каждого человека. Это огромный труд, ответственность за судьбу и благополучие родных. Именно тепло семьи, заботливое отношение к родным и близким, прочная духовная связь – это и есть источник единства, солидарности и величия русского народа. Фамилия Тетюхиных известна и в стране, и за рубежом. Уже четыре поколения Тетюхиных активно занимаются спортом и добиваются высоких результатов. К примеру, старший сын заслуженных тренеров Юрия и Любови Сергей без преувеличения известен всему миру. Чемпион Олимпийских игр в Лондоне, депутат Совета депутатов Белгорода. А младший Олег – судья всероссийской категории по волейболу. Поэтому именно они стали спортивной семейной династией. Мы с первых своих дней школьных как-то были связаны с занятиями физкультуры, ходили в спортивные секции, сами занимались, выступали за команды очень неплохие. И в конце концов стали тренерами. И не просто тренерами, а заслуживыми тренерами России. Поэтому действительно мы со спортом как бы всю жизнь. С семейной гордостью Белого города признана семья Панковых. Супруги воспитывают двух дочерей. Для них эта премия не первая. Лучшими в своей номинации они становились два года назад. Для молодых пар учреждена номинация «Молоды и счастливы вместе». В ней отмечены Марина и Роман Амельченко. Они вместе уже шесть лет. Родителей радует пока что единственная дочь Радмила. Девочка – призер всероссийских соревнований по художественной гимнастике. Неожиданно и очень приятно. И хотелось бы, чтобы и дальше продолжала бы существовать такая программа в нашей Белгородской области и в нашем городе. Николай Кириллович и Мария Алексеевна Краснородские знают главный секрет. Как пронести свою любовь через долгие годы и испытания. Они вместе уже 55 лет. У супругов двое детей, трое внуков и уже два правнука. Нужна в первую очередь любовь, конечно. Это уважение человека к человеку. Ну и, конечно, терпение. Как воспитать детей в творческой атмосфере и помочь им добиться результатов в учебе и спорте, знают супруги Подгорные. Их дети Яна и Роман учатся в воскресной школе, увлекаются художественным чтением и занимаются каратэ. Подгорные живут по принципу «семья – источник вдохновения». Именно так называется номинация, в которой они победили. В том, что нужно творить добрые дела, уверена семья Викторовых. В этом году Наталья Викторова перечислила более 350 тысяч рублей на благотворительный проект «Белгородщина. Территория добрых дел». Семья Викторовых отмечена в номинации «Твори добро другим во благо». «Если человек обращается ко мне за помощью, значит, эта помощь ему нужна. И отказаться, не решить его вопросы, не помочь ему, я считаю, что это большой даже грех». Громкими овациями зал встречал ее величество семью Старинцевых. У Егора и Анны пятеро детей, и у каждого есть свое любимое увлечение. Родители поддерживают своих юных талантов во всем, а в активности и инициативности пример подают сами. В этом году семья победила в городском этапе конкурса «Крепка семья, крепка Россия». На сцене они показали отрывок из своей победной программы. «Хочется верить, что мы представляем ее величество семью именно с семейными ценностями, устойными. Мама, папа, детки. То есть отношения, взаимопонимание. И хочется, чтобы, наверное, мы своим примером, может быть, каких-то семей заставили на нас себя посмотреть и равняться». Принять участие в конкурсе в этом году решились 30 белгородских семей. Победители получили по 50 тысяч рублей. Всего за семь лет соискателями премии стали 142 семьи. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.